Время говорить С Новым Годом, с новым счастьем! Чего от 2015 года ждут рязанцы? Мнение горожан. Пьянству бой. Рязанские правоохранители сообщают о нарушениях во время праздников общественного порядка нетрезвыми горожанами. Российской прокуратуре 293 года. Репортаж с официальной торжественной церемонии. Ну а теперь обо всем подробнее. Нынешний 2015 год многие горожане встречают с тревогами. По крайней мере безоблачным он точно не получится. Ведь продолжение действий западных санкций, неустойчивая финансовая обстановка. Все эти факторы возможно уже вскоре отразятся на экономическом положении и простых людей. Однако горожане, несмотря на жизненные трудности, по-прежнему смотрят с оптимизмом в будущее. Пообщался на улицах с рязанцами Михаил Шабанков. Пока еще чувствуется праздничное послевкусие, но уже пора настраиваться на рабочий лад. В этом году предстоит много значимых социально-экономических изменений. Пенсионный фонд России провел перерасчет пенсий нынешних пенсионеров. С 1 января 2015 года вступила в силу новая пенсионная формула. Россияне с большим трудовым стажем свыше 40 лет могут рассчитывать на прибавку в среднем от 500 до 700 рублей. Пенсии обещают проиндексировать в феврале этого года. Что касается материнского капитала, то он с 1 января увеличился и составил 453 026 рублей, что на 23 тысячи рублей больше, чем в 2014 году. Потратить эту сумму можно на улучшение жилищных условий семьи, обучение детей, а также направить на увеличение пенсии мамы. А в связи с санкциями продолжается активное импортозамещение. В первой половине года, как считают экономические эксперты, финансовую систему России продолжат немного шатать. Но с середины года, по их прогнозам, ситуация, возможно, стабилизируется. Мы спросили у горожан, чего они ждут от наступившего нового 2015 года. Хотя бы цены хоть чуть-чуть бы сбавили. Пенсионерам очень тяжело, конечно. А так что еще ждать? Ну, чтобы работа была, чтобы можно было устроиться. Стабилизация обстановки, как на Украине, так и в нашей стране. Что становится инфляцией, и все будет хорошо. Хорошего успеха, здоровье самое главное. Самое главное – здоровье. Счастье и экзаменов, чтобы хорошо сдать. Чтобы была работа у всех молодых достойная. И плюс еще пенсионерам прибавили немножко пенсии. Весело и задорно горожане отметили и встречу Нового года. Некоторые даже чересчур. Сотрудники полиции в праздники на отдых также не отвлекались. В ежедневном режиме они вели работу по выявлению правонарушений в сфере реализации алкоголя и пресечения незаконной работы подпольных игровых клубов. По итогам 11 дней выявлено 68 фактов нарушения реализации алкогольной продукции. Изъято из незаконного оборота свыше тона спиртосодержащей жидкости и пива. Пресечена работа трех подпольных игровых клубов. Изъято 33 единицы с игорного оборудования. Ну а дорожные инспекторы зорко следили за автомобилистами, которые перед тем, как сесть за руль, принимали изрядную дозу спиртных напитков. Знаете, что за руль нельзя садиться в состоянии опьянения? Да, я знаю, что сегодня у меня был день рождения. У кого? У меня. В новогодние праздники сотрудникам госавтоинспекции было не до отдыха. Оно и понятно. Силы дорожных полицейских были брошены на отлов нетрезвых автомобилистов. Принять на грудь за праздничным столом и за баранку – дело нехитрое. Новый год – период затратный. На такси раскошеливаться не очень-то хочется. А разъезжать на общественном транспорте, как известно, не царское дело. Вот и летели смелые, пьяные, с хорошим настроением, прямиком в объятия заботливых автополицейских. Всего же за праздники было задержано около двух сотен нетрезвых водителей. В период всех новогодних праздников госавтоинспекция особое внимание уделяла проблеме пьянства за рульом. Проблема особенно обостряется за неделю, примерно до Нового года, и во время всех новогодних праздников. И сотрудники ГИБДД предотвратили немало возможных трагедий. Ими было задержано около двухсот нетрезвых водителей. Некоторые водители и отказывались от прохождения медицинского освидетельствования. Некоторые, особенно в сельской местности, не останавливались сотрудникам ГИБДД. Было несколько преследований. Но все водители, которые были в нетрезвом состоянии, были задержаны. Ну, командир, праздник, блин, вот так вот все произошло. Всего же с участием нетрезвых водителей произошло 24 дорожно-транспортных происшествия. Причем в трех из них пострадали полицейские автомобили. Например, в Привокском микрорайоне вечером 2 января произошла автоавария по вине пьяного водителя. Столкнулся этот горе-автомобилист с полицейским УАЗиком, а далее попытался скрыться с места ДТП. Подробности задержания далее. Днем 1 января на улице Энгельса 44-летний житель Чучковского района, управляя автомобилем ВАЗ-99 модели в состоянии опьянения, попытался обогнать полицейский патрульный УАЗ. Но тщетно. Маневр окончился до смешного абсурда. Куда ехали-то? Домой ехал. Домой откуда? С Привовского ехал. С Привовского домой ехали? Или за вином ехали? Нет, домой. Водитель ВАЗа попытался скрыться с места аварии, но был задержан сотрудниками полиции. К счастью, ни виновник ДТП, ни сами полицейские не пострадали. 5 января в поселке Солочи 32-летний житель Рязани, управляя автомобилем Toyota Corolla, совершил наезд на припаркованный полицейский УАЗик. Как выяснилось, водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нетрезвых водителей были составлены протоколы об административном правонарушении. Они будут привлечены к установленной законам ответственности. К сожалению, не обошлось без ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Было зарегистрировано на территории области за 11 дней 24 таких ДТП. 10 человек в этих ДТП получили травмы. За эти несколько дней также произошло 3 ДТП, в которых участниками стали водители в нетрезвом состоянии и полицейские автомобили. Доходило до того, что нетрезвые водители не замечали полицейские автомобили и совершали с ним столкновение. Все такие водители были задержаны. Утром 6 января на 207-м километре трассы Москва-Челябинск 47-летний водитель автомобиля Нива, не рассчитав скорость, совершил столкновение с барьерным ограждением. В результате ДТП его единственный участник был доставлен в ОКБ. Ну а в ночь на Рождество на улице Циолковского 20-летний водитель автомобиля Сузуки Гранд Витара, не справившись с управлением, врезался в железное ограждение. 17-летнему пассажиру иномарки была оказана медицинская помощь. Серьезно, никто не пострадал. Рязанские наркополицейские сообщают, что в праздничные дни им удалось изъять более 15 килограммов наркотиков. Из незаконного оборота выявили как наркотики растительного происхождения, так и синтетического. Заведено сразу несколько десятков уголовных дел. Во время новогодних рождественских праздников наркополицейские приложили максимум усилий по купированию проблемы распространения наркотиков. С 1 по 11 января было изъято 11 оптовых партий наркотиков и сильно действующих веществ. В общей сложности из незаконного оборота вывезено более 15 килограммов наркотических веществ. Так в Рыбновском районе была изъята значительная партия героина. В ходе расследования уголовного дела в отношении гражданина Таджикистана, который задерживался за распространение героина и в настоящее время находится под арестом в следственном изоляторе, была получена оперативная информация о том, что данный гражданин возможно причастен к организации очередного тайника на территории региона. При установлении точного места, при выезде на данное место был обнаружен схрон, в котором находился героин массой 115 граммов. В Рязани сотрудники наркополиции пресекли деятельность 41-летней женщины и ее 24-летнего знакомого, содержащих с октября 2014 года в квартире на улице Бирюзова «Наркопритон». В момент проведения оперативно-следственных мероприятий в квартире, кроме хозяев, находились еще 5 человек наркопотребителей, которые были хорошо известны оперативникам и ранее неоднократно привлекались как к уголовной, так и к административной ответственности. В квартире был изъят синтетический наркотик, производный N-метилофедрона, а также приспособление для его употребления. Возбуждено уголовное дело. Всего за первую декаду января наркополицейскими выявлено 41 преступление. Российская прокуратура сегодня отмечает 293-ю годовщину со дня своего основания. Ее очередил императорским указом в далеком теперь 1722 году царь-реформатор Петр I. С тех пор надзорное ведомство стоит на страже соблюдения законности и порядка. В минувшем году прокуратура проводила масштабные проверки туристического бизнеса, боролась с необосновным ростом цен на продовольствие, добивалась ареста зарубежных активов, разыскиваемых в стране преступников. Ну а сегодня награды получили наиболее отличившиеся работники надзорного ведомства. Поздравляем вас с 293-й годовщиной образования российской прокуратуры. Под звуки гимна в театре драмы собрались люди в форменном обмундировании. 12 января – день 293-й годовщины образования российской прокуратуры. Поздравить и подчеркнуть значимость работников ведомства пришел губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Сегодня прокурорский корпус Рязанской области достойно справляется с настоящими перед ведомством задачами. Благодаря компетенции, личной порядочности и принципиальности сотрудники прокуратуры заслужили высокий авторитет у жителей региона. И это не просто мои слова в честь праздника, а это показывает социология. Под звук аплодисментов за заслуженными наградами и благодарственными грамотами на сцену поднимались сотрудники правоохранительных органов, пять из которых совсем недавно занесены на доску почета. Среди награжденных много женщин, а награждали за успехи в сложной и многогранной деятельности. Основной обязанностью прокурора является обеспечение законности и правопорядка. Особое внимание нами уделяется защите конституционных прав граждан, особенно социально незащищенных. Мы продолжаем свою работу по защите прав среднего и малого предпринимательства, противодействию коррупции. Координация деятельности правоохранительных органов направлена на противодействие преступности. Что немаловажно, со своими обязанностями сотрудники надзорного ведомства справляются на отличном. Поэтому смело можно говорить о важности государственного и политического значения деятельности органов прокуратуры. В поселке Листвянка появилось «Солнышко». Это название открывшегося накануне нового детского сада. Он рассчитан на 120 мест. И, как надеются молодые местные жители, очередей в дошкольные учреждения больше не будет. 4 января в поселке Листвянка открылся новый детский сад «Солнышко». Это современный комплекс с благоустроенными игровыми площадками, спортивным и музыкальным залами, бассейном и медицинским кабинетом. Все устраивает. Все хорошо и замечательно. Спасибо огромное всем. Мы очень рады, что наши дети будут посещать такое именно дошкольное учреждение. Строительство детского сада проходило в рамках проекта модернизации региональных систем дошкольного образования. За счет средств федерального, областного и муниципального бюджета. Ввод в эксплуатацию нового двухэтажного здания, рассчитанного на 120 мест, полностью закрывает потребности жителей поселка в услугах дошкольного образования. Детсад в Листвянке будет работать в пятидневном режиме с 12-часовым пребыванием детей. Из шести групп одна предназначена для малышей в возрасте 2-3 лет. Штат работников детского сада полностью укомплектован. Мы на год раньше выполнили поручение указ президента о том, чтобы дети с 3 до 7 лет были обеспечены местами в детские сады. И мы закрыли 1 января эту очередь. Поэтому теперь очень важно будет строительство и реконструкцию уже тех детских садов, где пришли в негодность. В наступившем году, по словам Елены Буняшиной, строительство новых детских садов и реконструкции действующих будет продолжаться. Это был завершающий наш информационный выпуск видеоматериал. Далее в эфире программа подробности. Гостем студии стал председатель Рязанского отделения Пенсионного фонда России Геннадий Пашин. И речь в беседе пойдет о вступивших с начала года в силу изменениях в работе Пенсионного фонда. А на сегодня это все. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин